За неделю в Бобруйске и районе случилось 4 пожара. Горел автомобиль в черте города, квартира на Советской, жилой дом в поселке Туголица, баня в деревне Турковская Слобода. Пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются. Яркое граффити появилось на фасаде дома на проспекте строителей, а рисунок на тему МЧС виден издалека. Он будет ежедневно напоминать жителям микрорайона телефон службы спасения номер 112. Центр избирком обнародовал сведения о количестве избирателей на выборах 2020. Общая цифра 6 844 932. Большая часть электората проживает в Минске 1 241 021 человек. Всего образовано 5 767 участков для голосования, 44 из них находится за пределами страны. Бобрусский кожевинный комбинат вышел на рынок Китая. По данным концерна Белвикпром, туда поставлена продукция на сумму 89 тысяч долларов. Предложение о возможном сотрудничестве прозвучало еще год назад на совместной бобруско-китайской выставке в индустриальном парке Великий Камень. Накануне в Беларуси отметили День работников торговли. В отрасли работают около 600 тысяч человек. Она занимает одно из лидирующих мест по вкладу в экономику страны. Эксперты отметили, только за первое полугодие розничный товарооборот с «Синёкой» вырос до 25 миллиардов рублей.